Неужели средневековые болезни возвращаются? Уральцев пугают забытым ящером и африканской чумой свиней. Эти болячки переносит скот. Но пострадать могут и люди, ведь опасный вирус может попасть в организм через продукцию. А там недалеко и до эпидемии, говорят специалисты Россельхознадзора. Какие еще подозрительные грузы ищут на трассах? Репортаж Анжелы Брик. Подозрительные грузы наметанный глаз сотрудника Транснадзора видит издалека. Вот, например, эта фура, наполненная фруктами, не первый день колесит по России. Эксперты проверяют документы. Судя по накладной, отправителем является город Москва, получателем в Екатеринбурге организации. Ваша декорация соответствует производитель и изготовитель происхождения. Страна является туристской республикой. В ходе этих рейдов инспекторы ищут санкционку продукты из Евросоюза, которые провезли в нашу страну нелегально. Несмотря на то, что запрет на поставку отдельных категорий действует не первый год, нарушители до сих пор встречаются на большой дороге. За этот год было проведено уже 15 совместных мероприятий, в результате которых было выявлено около 35 тонн яблок и 10 тонн груш, которые были незаконно введены происхождением из стран Евросоюза. Вся продукция данная была уничтожена, так как она не подлежит ввозу и обороту на территории Российской Федерации. Контроль за тем, что ввозится в область, сейчас усилен. Важно не допустить на прилавки и опасную продукцию животного происхождения. Поставщики могут подложить уральцам свинью. Из-за многочисленных вспышек африканской чумы свиней в разных регионах страны, сотрудники Россельхознадзора тщательно проверяют привозное мясо и колбасные изделия. Геном вируса ищут и в крови местных животных, даже тех, что обитают в дикой природе. Эта инфекция не снята с темы. Она постоянно мониторится ситуация в Свердловской области. У нас под эту ситуацию попадают как дикая фауна. Игорь Анатольевич уже сказал, три заказника. Мы их провели проверку. Нарушений не выявили. Здоровью свердловчан теоретически угрожает и еще одна смертельная для человека инфекция – ящур. На днях зафиксирована вспышка во Владимирской области и до сих пор карантин там не снят. Поэтому сейчас особенно тщательно контролируется как ввоз, так и вывоз животных и кормов для них. А появление грузов без ветеринарных документов тщательно расследуется. Пока ничего криминального не произошло. Насчет вируса ящура я хочу вас успокоить, что у нас в Свердловской области данной инфекции нет. Благополучный регион по данной инфекции. Продукция, молочная, мясная продукция в нашу область с данных предприятий, где осуществляется сейчас карантинное мероприятие, в нашу область не поступало. Специалисты просят отнестись к проверкам с пониманием. Пускай многие меры безопасности кажутся чрезмерными, но именно благодаря им регион от опасных болезней сейчас закрыт. Анжела Брик, главные новости Екатеринбурга. Продолжение следует...